МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и я, Гульнуржаке. Сегодня в программе. В Шахтинске тариф на теплоэнергию в частных домах без приборов учета повысили в три раза. Жильцы требуют справедливости. Бездорожье, грязь, непроходимые лужи и мусор. Вот так живут в Михайловке. Теперь водительское удостоверение можно получить в специализированном цоне. Будет ли спрос на обучение в автошколах и что делать им, чтобы не потерять своих клиентов? В Шахтинске около 350 частных домов, не имеющих прибор учета тепла, столкнулись с неожиданными цифрами, стоящими в квитанции за оплату теплоэнергии. Люди должны переплачивать в три дорога за тепло поступаемые эстетс. С чем связано такое новшество, разбирался наш корреспондент. Жильцы частных домов города Шахтинск пришли в недоумение, получив на руки квитанцию за теплоэнергию. Раньше за тепло они платили около 80 тенге за квадратный метр. Сейчас же тариф увеличился в три раза. Стоимость тепловой энергии оценивается в 225 тенге. В Абайе даже не смогли такие нормы оплатить, даже предприниматели им отменили. А вы хотите, чтобы пенсионеры платили и работники? Венера Зарипова проживает на улице Ауэзова. Дом женщины площадью 107 квадратных метров подключен к центральному отоплению. Если раньше за один месяц отопительного сезона Венера Зарипова оплачивала 8 тысяч тенге со всего дома, то по новому тарифу за месяц выставлен счет 24 200 тенге. Конечно, жильцы частных домов решили узнать, с чем связано такое существенное повышение тарифа. На что, как поясняет женщина, директор ТЭЦ объяснил, что им необходима модернизация, а средства, полученные с нового тарифа для частных домов, где один гикокалорий оценивается в 3025 тенге, смогли бы окупить ремонтные работы. Однако жильцы полны возмущения, ведь в частных домах города Шахтинск проживают не миллионеры, а обычные рабочие и пенсионеры. То, что они нам отменили этот отопительный сезон, это, конечно, хорошо, что мы уже этот сезон закончим по этим же ценам, но мы даже на сегодняшний день не прекращаем, как говорится, нашу эту борьбу. Заявление в суд лежит у нас в суде, и мы будем судиться, пусть уже не за этот даже сезон, а за следующий сезон. Мы не будем останавливаться, нет. И мы живем, грубо говоря, от зарплаты до зарплаты, от пенсии до пенсии. У нас нет излишних денег, у нас нет таких огромных финансов, чтобы мы могли оплачивать такие суммы, которые нам сейчас хотят представить. Однако представители ТО «Шахтинск Теплоэнерго» утверждают, что тариф не повышался, и речь не идет о том, чтобы за счет жителей частных домов оплачивать работы по модернизации. По их словам, увеличился не тариф, а норма потребления до 0,664 гикокалорий на метр квадратный. Зависит это от конструктивного строения здания. В связи с тем, что не все были подготовлены к таким изменениям, ТО «Шахтинск Теплоэнерго» будут рассчитывать текущий отопительный сезон по прежним расценкам. «Мы сейчас приняли решение отменить эту норму временно, принять ее с 1 октября 2016 года, то есть с началом отопительного сезона, чтобы дать жителям частного сектора выбор, устанавливать им тепловые счетчики или отказаться от нашего тепла». И все же жители Шахтинска не понимают, почему они должны переплачивать за тепло, если даже в Астане тариф за 1 гикокалорий без НДС составляет 1070 тенге, а в Шахтинске теперь 3025 тенге, что в три раза выше. С таким решением горожане явно не согласны и будут продолжать искать выход из сложившейся ситуации. К тому же около шести лет назад трубу, по которой тепло поступает в частный сектор, жильцы протягивали сами, общими усилиями собрав приличную сумму. По их словам, ТЭЦ деньги не выделяли, но прибыль получили. Сейчас жильцы хотят частично возместить свои расходы. С жильцами, не имеющими приборы учета тепла в частных домах, ТЭО «Шахтинск Теплоэнерго» провели встречу, но, к сожалению, без представителей городской власти. Шахтинцы, проживающие в этих домах, считают, что к ним какое-то особое отношение. С чем это связано, люди не понимают, а решать подобные вопросы без властей – дело бесполезное. «Тогда говорить нам не о чем прокуратуре, нам не о чем говорить. Мы говорим о законе, о соблюдении закона, а вы не можете, вы ограниченная ответственность, вы от всего откажетесь». Сейчас жильцам частных домов города Шахтинска предоставляют три варианта. Жители могут продолжать пользоваться центральным отоплением, но с осеннего сезона платить гораздо больше. Могут установить прибор учета тепла, который будет считать количество потраченной теплоэнергией непосредственно с дома, но и это будет стоить немалых денег. Либо отказаться от услуг ТО «Шахтинск Теплоэнерго» и перейти на печное отопление, что создаст немало проблем экологии города. Екатерина Афанасьева, Жексулык-Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В последнее время возмущение карагандинцев убитыми дорогами растет. Ежедневно, листая интернет-сайты, можно увидеть множество жалоб. Одни обращаются с письмами-требованиями к Акимату, города и области, другие готовят иски в суд. Но, к сожалению, реакции нет никакой. Вот и жители Михайловки вынуждены перешагивать через свои грязевые проблемы и жить дальше. Жители Михайловки давно не видели асфальта, как говорят старожилы со времен СССР. Здесь проводились работы по ремонту водопроводных сетей, после чего ситуация стала еще хуже. Бесконечно люди писали жалобы и просили о помощи, но ответа так и не было. Пройти невозможно. Я вот сто метров живу, я уже полчаса крадусь. И вот это вот каждое лето. Ну, в Акимат это бесполезно. Он говорит, убирайте. У нас город, Бухар-Жара, он есть одно. А тут-то кому мы нужны? Для того, чтобы элементарно дойти до остановки, людям приходится приложить немало усилий и времени. Многие обходятся подручными средствами. Надевают на ноги пакеты, бахилы, резиновые сапоги, а также запасаются салфетками, для того, чтобы хоть как-то привести себя в порядок. А здесь вот должны были заасфальтировать, и никак не заасфальтировали. До сих пор вот по грязи ходим, дети в школу, дети внуков в школу вот вожу, и постоянно вот в резиновых сапогах ноги-то портятся, у детей тоже потом. Ну, вот так. Мы решили узнать, что по этому поводу думают чиновники и когда будут отремонтированы дороги. В целом в городе Караганде имеется порядка 7-130 улиц. Из них только 250 на сегодняшний день вошли в перечень по содержанию автомобильных дорог. Так как бюджет в первую очередь, в перечень по содержанию мы включаем магистральные проезды в городе и улицы, где проходит пассажирский транспорт. Так как общая потребность на содержание автомобильных дорог, чтобы весь объем этот содержать, бюджет не в состоянии такой большой объем дорог содержать. Как говорят чиновники, работы по ремонту дорог осуществляются по плану. В связи с ограниченностью бюджетных средств ремонт дорог в районе Михайловки в ближайшее время производиться не будет. Подобных проблем в городе много и власти стараются все делать постепенно. А сердце Замбаева Александр Цирикидзе Первый Карагандинский. В текущем году будет построено 39 социально значимых объектов. Это школы, детские сады и медицинские учреждения. О ходе строительства доложил исполняющий обязанности руководителя управления строительства Бауржан Исабаев. Также он отметил, что есть и приостановленные работы. Причина – нехватка финансирования. Продолжит Айма Амрина. В текущем году на строительство 39 социально значимых объектов в области было выделено более 10 миллиардов тенге. Некоторые строятся уже не первый год. В рамках программы «Нурлажол» будет построено 8 школ в Караганде и Сатпаеве, а также детский сад в областном центре. Также в Карагандинском регионе появится 27 сельских врачебных амбулаторий и областная многопрофильная детская больница на 200 коек. Последний объект сдадут в эксплуатацию в декабре текущего года. Из всех властей 7 сад 16 вносится из республиканского бюджета, 11 из областного бюджета. Из 16 сад на сегодняшний день введены в эксплуатацию 2 ароматуры в селе Курма, Абайского района и в селе Больного Запада, Курмского района, которые финансируются из республиканского бюджета. Также за решение строительства еще одного объекта врачебного амбулатория села Кубитей и Курминского района в настоящее время будет сработать по году объекта в эксплуатацию. Докладчик рассказал о имеющихся проблемах. Нехватка финансирования заморозила строительство здания Кировского отдела полиции и физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Шахтерское Нуринского района. Кроме того, ведутся судебные разбирательства по строительству котельной в городе Сырань. Вести контроль за качеством строительства социально значимых объектов пока не не используется. Это понятный функционал их. Акимов, городов и районов своевременно проводит работу по принятию на баланс введенных в эксплуатацию объектов. Напомним, строительство котельни в Сыране началось в 2013 году. Тогда было выделено более 150 миллионов тенге. Но из-за халатности застройщика объект не был сдан вовремя. Акимат города Сарань был вынужден подать в суд на подрядчика. Аким области Нурмухамбет Абдебеков поручил держать на контроле ход разбирательств. А имам Ринаол Жасгабасов Александр Цирикидзе Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама, а после продолжим выпуск. Не переключайтесь. Спонсор показа Galaxy Group Производитель продукции торговых марок Алюгал Галвин Херкюль Галвин Оконные системы А-класса Долговечность 60 лет Галвин Морозостойкий Надежный Прочный Для тех, кто ценит качество О других событиях. Первый заместитель Акима области Асалбек Дюсебаев провел очередное заседание Общественного объединения Федерации Вольной Греко-Римской и Женской борьбы Карагандинской области. На совещании присутствовали руководители спортивных школ области, тренеры, спортсмены и наша съемочная группа. На заседании Общественного объединения Федерации Вольной Греко-Римской и Женской борьбы Карагандинской области было рассмотрено два вопроса. Первый о ходе подготовки спортсменов-борцов Карагандинской области к 31-м летним Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро. Второй о программе развития борьбы в Карагандинской области. Я думаю, здесь на борьбу не такие большие уходят затраты, чем на футбол, на хоккей, на командные виды спорта. Здесь, я думаю, у нас не составит сложности решить данные вопросы, которые будут стоять. Олимпийские игры будут проходить с 5 по 21 августа в Рио-де-Жанейро. В них примут участие 10 500 спортсменов из 206 стран мира. Будет разыграно 306 комплектов медалей в 42 видах спорта. Управлением физической культуры и спорта Карагандинской области утвержден списочный состав спортсменов-кандидатов на участие в летних олимпийских играх. Это 17 претендентов по 7 видам спорта. Среди них две кандидатуры борцов. Резерв большой, я как выше сказал, 294 спортсмена в Караганде, 140 в Тимиртаве, разные виды. Поэтому в скором будущем на следующих олимпиадах мы еще будем давать олимпийцев для нашей страны. Главная задача любых спортивных соревнований это пропаганда здорового образа жизни, привлечения детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризация греко-римской вольной и женской борьбы в области и повышение высшего спортивного мастерства. Мы надеемся, что наши спортсмены продемонстрируют все свои лучшие спортивные качества. Екатерина Афанасьева, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. Еще один школьник пропал в Тимиртау, на этот раз ушел и не вернулся 16-летний юноша. Ученик школы номер 22 Вадим Корженков пропал 31 марта вечером. Накануне он поругался с девушкой и разбил свой мобильный телефон. После его никто не видел. Десятки людей разыскивают пропавшего восьмиклассника из Тимиртау. По информации ДВД области, к поиску мальчика уже подключились полицейские. К поискам подключились волонтеры и друзья мальчика. Они раздают листовки с приметами мальчика водителям автобусов, проверяют все заброшенные объекты и места, где он любил гулять. Следов Вадима нигде нет. В школе его характеризуют как спокойного и уравновешенного юношу. Приметы Вадима Корженкова рост около 180 сантиметров, глаза и волосы темные, особая примета на левой щеке рядом с носогубной складкой крупная родинка. Юноша был одет в коричневую жилетку, шапку синюю с надписью Nike, спортивный черный костюм тоже Nike, кроссовки синие. Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Вадима или обстоятельствах его исчезновения просит позвонить по телефону 102 или 8-747-446-87-42 Юлия, мама Вадима. С апреля 2016 года по всему Казахстану внедряются новые правила обучения автолюбителей. Теперь каждый, кто желает сесть за роль, спокойно может обучиться самостоятельно и получить водительское удостоверение. Подробнее о новшестве вы узнаете из материала Осельца Занбаевой. Мнение разделяется. Многие говорят, что это может увеличить свободное время и сохранить деньги. Некоторые считают, что на дороге значительно увеличится количество ДТП. А представители автошкол города задаются вопросом, кто будет нести ответственность за начинающего водителя. Ведь раньше был спрос у учебного заведения, где человек получил водительские права. Я думаю, что ни один здравомыслящий отец не будет хлопать в ладоши, узнав о том, что сын до третьей, на четвертой, на пятый раз наконец-то сдал теорию в спецсоне и сдал экзамен на закрытой площадке. Но нельзя забывать, что после этого он выйдет на большую дорогу и там уже в общем-то основной экзамен будет. И вот к этому моменту мы как преподаватели, как профессионалы совместно с ассоциациями общественным объединением бьемся за именно повышение этого уровня. В автошколах любой пришедший может овладеть не только навыками вождения автомобиля, но и досконально изучить правила дорожного движения, культуру общения водителей и психологию, в частности, как правильно вести себя в возникших ситуациях на дорогах, что изменится в автошколах в связи с нововведением. Непременно нам нужно будет пересмотреть конечно бюджетные нормы какие-то свои так или иначе, но я думаю, что автошколы тоже будет своевременно их закрывать или в какое-то уныние приходить. Нет, мы можем оказывать практическую помощь для частного населения и для каких-то организаций именно для школ тех же или профоведений, чтобы повышать этот уровень знаний. То есть это наша основная задача. Я еще раз говорю, мы не бьемся за кошелек и не говорим сейчас за коммерческую выгоду. Мы говорим, что это все-таки норма права, по которым будут уже учиться не только мы и наши дети, а наши потомки, если, конечно, какие-то поправки потом с применением горького опыта не внесут. Мы решили узнать, что думают о поправке в законе горожане. Конечно, неправильно. Только в ГАИ. Автошкола, ГАИ. У нас и так дилетантов на дороге хватает. Посмотрите на наши автобусы, как они ездят. Я не знаю, в какой они школе, в каком ГАИ они получали. По-моему, они вот так, как вы говорите, и получили их. Ну, конечно, правильно. Все быстро, так все я оформляла, документы там, быстро все делается. Ну, я думаю, почему нет. Все равно многие покупают. Так что, какая разница. это лучше. Ну, люди, которые умеют водить, им не обязательно проходить. Многие же сами практикуют и могут выучить так. В автошколе было бы самое нормальное, что бы, потому что практика нужна. А так, без практики, как ездить по дорогам? И так, много, которые получают так, не учатся. И самое главное, практика, а не теория. Дома неизвестно, как он учится. Да, даже сейчас назад, посмотрите, как даже водитель автобуса ездит. Не то, что уже легковые машины. То есть, вы считаете, что это теперь? Нет, я не согласен с этим. Так, изучив теорию и попрактиковавшись в еде, гражданин может отправиться в специализированный ЦОН. Если претендент проходит теоретический экзамен и экзамен по вождению на специальном автомобиле в ЦОНе, то он может получить права и без справки о провождении в обучении в автошколе. А сердце Замбаева, Жаксулук Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандзинский. Карагандзинские школьники вновь проявили свои способности. В Астане состоялся международный дебатный турнир World Scholars Cup, в котором приняли участие около 300 детей со всего мира. 15 учеников школы имени Нагмета Нурмакова привезли 44 медали. В этом году школьники завоевали вдвое больше медалей, чем в прошлом. 44 награды, из них 38 серебряных и 6 золотых. Все ребята остались довольны с собой и дебатами. Ученицы 10 класса зато лета не скрывает своих эмоций. Она уже во второй раз участвует в состязаниях и гордится достижениями своей школы. Знаете, World Scholars Cup это то место, где можно приобрести друзей во всем мире и не только. Вы приобретаете академические знания и это очень интересно. Помимо этого, он прошел в первый раз в прошлом году в Астане. Это был шок для Казахстана. Ну, то есть, наши студенты проявляли себя очень на высоком уровне. И, помимо академических знаний, мы проявляли себя и на шоу талантов, и там на дебейт, шоу-кейс. Это когда все самые лучшие спикеры собираются и дебатируются. Лязад считает, что дебаты дают большой опыт для всех школ Казахстана. Сами преподаватели тоже горды своими учениками. Их труды приносят большие результаты. Весь турнир проходил на английском языке. Нурмаковцы достойно и наравне соревновались с другими. Наши ученики показали достойные результаты, несмотря на то, что участников было более чем с 10 стран. Более 300 участников это были представители разных стран Индии, Пакистан, Филиппины, Америка. Турция, Китай. Много участников было. И наши ученики с ними на равных соревновались. Ученики приняли участие в таких формах работы, как World Scholars Debate, Collaborative Writing, Scholars Challenge. Это академические виды работы. Ученики показали себя активными дебатерами, были креативные и творческие. Трое учеников привезли золотые медали номинации Da Vinci. Их выделили как креативные и творческие дебатеры. В турнире The World Scholars Cup приняли участие ребята более чем из 10 стран мира. 80 команд, около 300 участников. Это не только площадка для развития интеллекта, но и возможность приобрести друзей из других стран. Лариса Хусейнова, Исламбек Успан, Александр Терекидзе, Первый Карагандинский. И последнее. Скорость, драйв и буря позитива. Спортивный клуб Underground за два года набрал популярность в нашем городе. Изначально, специализируясь на семейно-развлекательной программе, последние 8 месяцев в клубе занялись подготовкой спортсменов. Картинг – это вид спорта и развлечения. В соревнованиях могут принимать участие любой желающий с 7 лет. Максимальная скорость карта может достигать 70 км в час. Вячеслав Кельмаматов увлекается картингом с 10 лет. Для спортсмена это стало образом жизни. Неоднократно мужчина принимал участие в соревнованиях. Он чемпион Республики Казахстан. Вячеслав Кельмаматов уделяет особое внимание подрастающему поколению и готовит новых тренировки в принципе у нас проводятся коллективные. Детей мы обучаем точно так же группами. Это намного интереснее, чем индивидуальные занятия в плане того, что дети когда занимаются вместе, у них присутствует соревновательный процесс, они друг за другом подтягиваются, смотрят друг на друга. Это стимулирует к обучению. Также проводим индивидуальные занятия со взрослыми людьми, которые хотят подтянуть свои водительские навыки, которые хотят чему-то новому научиться, почувствовать, как ведет себя машина в тех или иных условиях. За короткий период существования в клубе появились свои чемпионы. Команда Андеграунд приняла участие в первом открытом чемпионате по картингу в Киргизии. Нужно отметить, что нашу страну представляли только команды из Караганды. В чемпионате состязали шесть карагандинцев, пять из них заняли призовые места. В команде клуба Андеграунд участвовали 9-летний Михаил Боярский и сам тренер Вячеслав Кельмаматов. Вернулись спортсмены с призовыми местами, но они не собираются останавливаться на достигнутом. Сейчас мы как раз этим и занимаемся. Мы хотим этот спорт немножко приподнять, хотим развить его, в частности в Караганде и области для начала. Мы создали школу обучения картинга, это уже немаловажный такой ход. Мы создали команду, которая успешно, я считаю, выступила на первых соревнованиях. Для начала это очень хорошо. Естественно, мы стремимся к первым местам. Михаил Боярский увлекается картингом всего пять месяцев и уже достиг многого. Среди всех учеников клуба андеграунд Миша занимает лидирующую позицию. Девятилетний школьник обладает большим стремлением стать лучшим в своем профиле. Первые соревнования не спугнули юного спортсмена. По словам Михаила, он ничуть не волновался и был настроен исключительно на победу. Я не волновался, я верил, что я смогу и у меня получилось. Срок обучения, говорит тренер, у всех разный. Главное это иметь желание и интерес. На занятиях ученики проходят теорию правила дорожного движения, устройства машины и, соответственно, практику. Главная цель клуба андеграунд отвлечь подрастающее поколение от виртуального мира и больше привлекать молодежь к спорту и реальным гонкам. Всем желающим почувствовать себя летчиками Формулы-1 напоминаем, что спортивный клуб открывает свои двери для всех. Прежде чем сесть за руль, любой посетитель должен пройти личный инструктаж и ознакомиться с техникой безопасности. После окончания заезда каждый летчик получает личные результаты. А сердце Замбаева, лжас Габасов Александр Цирикидзе Первый Карагандинский Это была последняя информация на сегодня. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересные новости, звоните нам по телефону 420649. До встречи в эфире Амансов Волкстар. Редактор субтитров А.Семкин